Хиты песниров, плетеные лапти и большая любовь к картошке. Узнать больше о белорусской культуре североказахстанцы могли на фестивале, который прошел в областной ассамблее народа Казахстана. В числе гостей была и наша съемочная группа. Среди белорусов немало искусных мастеров и славятся они плетением изо льна и соломы. Лапти, шляпы, венки, сувениры для дома. Это выставка сестер Нины и Лилии Кузнецовых. В однокультурный центр Радзима они ходят больше 10 лет. Прикладным творчеством увлекаются давно. Правда, говорят, соломы в городе достать тяжело. Приходится работать с нитками. Получаются вот такие изделия. Макраме разные и по размеру, и по сложности. Вот такую матрешку мастер сделала за 5 дней. На небольшие работы уходит по 4-5 часов. Но сильны белорусы не только в рукоделии. В ярких национальных костюмах танцуют девочки из ансамбля «Грация». В их движениях красота жизни, темперамент и характер народа. Общительные и дружелюбные белорусы всегда рады гостям. Поэтому на сцене представители и других культурных объединений. Русские, украинцы, поляки. Много номеров от представителей этих национальностей. Благодаря тому, что в свое время Белоруссия находилась в составе с Польшей, Украиной, Российской империей. У нас сегодня произошло такое взаимосплетение культур. И можно увидеть, как язык другого этноса повлиял на развитие культуры, на развитие языка нашего белорусского этноса. В области проживают больше 6 тысяч белорусов. У них есть возможность изучать родной язык и культуру. Валентина Волчкевич приехала в Казахстан почти полвека назад. Говорит, здесь обрела дом, семью и друзей. Очень приятно встречать белорусов, украинцев, казахов, русских, татар. И очень приятно видеть всех. Все дружат. Очень приятно, что тут находим терпение, силу, видим радость. А еще здесь отмечают большой праздник. Этнокультурному центру Калиласка из Астраханки в этом году исполняется 10 лет. Чаровной музыкой сагреты, як песня родная текаска, як зорки ясные над цветом, два щирых слова Калиласка. Артисты центра дарят зрителям частичку своей души и возможность окунуться в атмосферу богатой белорусской культуры. Александра Солмина, Арман Жамангузов. Новости МТРК.